Показатели растут. Деньги с кошельков полевчан исчезают на глазах. Сама ситуация диктует правила. В сотый раз напомнить жителям Полевского, как не попасться в лапы мошенников. На сегодняшний день это стал уже самый распространённый вид преступлений, вид хищений. То есть доля от общего количества имущественных преступлений на сегодняшний день у нас составляет уже 58,9%. Если, допустим, взять, например, весь прошлый год, то доля составляла 37,5%. В 2022 году доля составляла 24,7%. То есть мы видим динамику роста данного вида преступлений. Все средства, которые похищены мошенниками, уходят в недружественные для нас страны, поясняет Кирилл Иванович. А это значит, что полевчане добровольно отдают свои деньги на реализацию вражеских планов. Схемы так называемого развода жителей нашего города уже отработаны до мелочей. Первая схема – перейди по ссылке. На телефон приходит сообщение с предложением заработать денег. Человек переходит по ссылке и запускает процесс кражи средств со счёта. Заработать, чтобы деньги, ей поясняют, надо внести от 10 до 30% на счёт. Что она делает? Вкладывая деньги, но вывести и заработать денег не получается. Вид мошенничества, которые в последующем деньги у ней похищены, обращаются в отдел полиции. Вторая схема – продли договор. Клиентам звонят якобы операторы связи и просят продлить договор на оказание услуг. При этом просит лицо, которое позвонило потерпевшему, назвать паспортные данные, также сообщить пароли, которые приходят на телефон. Лица потерпевшие сообщают, у них происходит оформление кредитов на данных потерпевших и оформление различных документов в иных организациях. Третья популярная схема – помощь руководителю. С подменного номера приходит сообщение сотрудникам организации, где якобы руководитель сначала вводит в заблуждение, спрашивая о переводе денежных средств. Затем убеждает, что это необходимо сделать. Интересуется, подписывали нет документы на перевод денежных средств. Сотрудник говорит нет, никаких нет. В последующем руководитель поясняет, что на него вышли сотрудники Федеральной службы безопасности и просят перевести деньги. Чтобы не было уголовной ответственности. Инвестиции, инвестирование в терроризм якобы. Четвёртая схема – выигрыш, инвестиции, лёгкий заработок. Приходит заманчивое сообщение. Содержание разное. Выиграли приз, выгодные инвестиции, заработок по одному клику. Во всех случаях мошенники предлагают перейти по ссылке, оставить свои контактные данные. Зачастую это номер телефона. Созваниваются через мессенджеры, либо телеграм, либо ватсап. Предлагают различные интернет-площадки с большим выводом, ну, заработком. Потерпевшие доверяют данным гражданам, переводят свои денежные средства на различные банковские карты и видят, что фейковые сайты, где отображается, как они положили деньги на их счёт, якобы в фейковом сайте, у них зачисление денег, и последующими идёт игра на бирже. Но на самом деле деньги на сайт не поступают, и вывести эти деньги не получается. В последнее время участились моменты, когда полевчан обманным путём заставляют совершать преступления. Один из таких случаев произошёл в 2023 году, когда мужчина пытался поджечь здание военкомата. Нашего жителя несколько дней обрабатывали мошенники, в результате чего сначала он взял несколько кредитов, отправил деньги, съездил в Екатеринбург, заложил свою машину и деньги опять же перевёл мошенникам. И уже после этого, уже на третий день долгой планомерной обработки вербовщиками, его склонили к поджогу военкомата, то есть представляясь уже непосредственно сотрудниками ФСБ и поясняя, что он участвует в специальной операции по поимке украинских диверсантов, которые сейчас находятся в нашем военкомате. То есть ему поступили инструкции, как сделать бутылку с зажигательной смесью, чтобы лучше горело, он получал инструкции до самого момента исполнения. То есть уже даже подходя к военкомату, и когда он видел, что стоит припаркованный автомобиль, и в нём находится сотрудник полиции, ему в телефонную трубку говорили, что всё верно, это наш сотрудник, вот сейчас ты поджигаешь дверь, и он тебя потом забирает и увозит в безопасное место, чтобы ты не пострадал. То есть они очень хорошо приспосабливаются к ситуации, и любое сомнение умеют на свою сторону склонить. В 80% случаев сообщения, склоняющие к терроризму, поступают через телеграмм, говорят в ОВД. Но обезопасить себя от посторонних посланий можно уже сейчас. С 1 апреля специально для граждан России, Белоруссии и Украины выпустили обновление, где с 1 апреля можно ограничить себе входящее сообщение, то есть настроить, от кого можно получать сообщение. То есть вот эти можно сейчас, каждый уже может себе настроить, чтобы не получать вот эти вот вербовочные сообщения от неизвестных людей. Потери банковских карт, покупка товаров слепую, в различных приложениях и на сайтах. Все это тоже может стать причиной кражи денежных средств посредством информационно-телекоммуникационных технологий. Главное запомнить, пропала карта – заблокируйте сразу. Звонят с незнакомых номеров – не вступайте в диалог. Специально готовят. В недружественных государствах уже целый колл-центр имеется. То есть там специалисты высокоуровня готовят именно психологической обработки. Постоянно идет воздействие на потерпевшего нашего, то есть постоянно телефонный разговор, один звонок прекращается, с другого номера поступает. Это различные сотрудники с различных ведомств. То есть, просто говорю, мощнейшая психологическая атака идет. Поэтому прерываем разговор, делаем сообщение в полицию. То есть телефоны все знаете, 02, либо 112, сразу же сообщаем. Напоминаем, что с начала года мошенники похитили у полевчан путем обмана чуть больше 31 миллиона рублей. В прошлом году за год жители нашего города подарили преступникам 60 миллионов. Старые схемы работают, к ним подключаются новые. Сейчас правоохранительные органы не только ведут разъяснительную работу, профилактируют население. Работники ОВД тесно сотрудничают с банками. Люди, которые уже на крючке у мошенников, видны сразу. Они нервничают, суетятся, постоянно находятся в диалоге с кем-то по телефону, заходя в офис с желанием оформить кредит. О подобных случаях незамедлительно информируют полицейских, чтобы предотвратить преступления. За учтивым голосом на том конце телефона не всегда скрывается доброжелатель. Доверяй, но проверяй, чтобы сохранить деньги для себя, а не для врагов. Ольга Демьянец, Сергей Чижов, Новости 11 канала.